Доброе утро, дорогие первокурсники! Третью группу поздравляю с тем, что они стали студентами. Первую, вторую уже поздравляю. Значит, меня звать Михаил Денадьевич Ситников. И по пятницам мы будем тоже заниматься механикой. Значит, с первой и второй группой мы немножко кинематикой позанимались на семинаре. Ну и у меня цель, значит, рассказать чуть-чуть поподробнее то, что мы использовали при решении задач. И сделать заготовку к следующему семинару, который будет на следующей неделе. Вот, поэтому я без предисловий начну. Значит, мы на этой лекции будем разговаривать о том, как описывать движение тел. Ну, двигаются они, понятно, в пространстве, да? Вот, в этом пространстве нужно задать там какую-то систему отсчёта и следить в этой системе отсчёта за положением тела. Вот, система отсчёта – это, ну, собственно, система координат. Они бывают разные, немножко поговорим. Вот, обязательно эта система координат должна быть привязана к какому-то телу. Потому что движением можно говорить о том, есть оно или нет, относительно других тел. Вот, там нарисована на каком-то теле система координат должна. Вот, ну и какие-то часы. Вообще, что такое время – это вопрос непростой. Не будем сильно углубляться, пока будем считать, что мы примерно понимаем, что это такое, что это такое. Потому что потом мы будем говорить там, даже в этом семестре, там, про периодические процессы. Вот, и тоже можно их там со временем соотносить. Пока просто вот понимаем примерно, что такое время, там, какие-то часы. Вот, и на первых лекциях, по крайней мере, оно у нас будет одинаковое, одинаковая течь во всех системах отсчёта. А потом и по-разному будет течь. Вот, значит, ну давайте немножко, там, по поводу системы координат. Наверное, самое привычное для вас – это вот обычная прямоугольная система координат, да? Вот так вот. Как там, x, y, z, да? Ну и положение точки в этой системе координат, оно характеризуется некоторым радиусом вектором. Вот, если его спроектировать на координатной оси, вот, мы получим, получим три числа. Так, как-нибудь сейчас аккуратно. Вот, это будет там какая-то x, здесь вовсе y, да? y и z. Вот здесь можно выбрать единичный вектор вдоль каждой оси. Вот, я назову этот е первый, е второй, е третий. В некоторых книжках любят писать и, ж, и, к. Ну, мне больше так нравится. Ну и тогда понятно, вот этот вектор r можно разложить на сумму векторов, каждый из которых будет коллинеарен координатным осям, да? Написать вот так. r есть вектор x на e первое плюс y на e второе плюс z на e третье. Ну, понятная запись, да? Тут я так пока просто немножко повторяюсь. Вот, то есть, получается, что положение тела мы, задав систему координат, мы определяем тремя числами. Вот, числа не обязательно можно. В других системах координат мы будем другими числами определять. Ну, давайте примеры приведем. Тоже иногда будем использовать, пореже, правда, да? Значит, если нарисовать на плоскости, то так, пространство называется цилиндрическая система координат, а на плоскости полярная система координат, да? Ну, я сейчас, 2D-картинку мне рисовать проще, поэтому вот третью ось вы сами домыслите, да? А вот полярная система координат вот так устроена. Вот, значит, я рисую радиус вектор там какой-то частицы, да? Вот, и измерять мы будем, соответственно, длину вектора и угол. Вот, и длина, ну, давайте там рон назовем как-нибудь. Вот, а третий перпендикулярно доске, если это цилиндрическая, ну, мне так проще нарисовать, вы легко это домыслите. И вот если здесь у нас определяется положение точки тремя числами x, y, z, да, то здесь будут три числа, тоже три числа, ро, φ, ну, и z. Правильно? Правильно? Вот, в принципе, легко пересчитать. Скажем, z здесь совпадает, z здесь, вот, а x, вот, это ро косинус φ, y, это ро синус φ. Ну, давайте еще одну нарисуем, сферическую систему координат. Тут придется 3D рисовать. Так. Вот, как-то, чтобы пространство обозначить, да, и вот мы будем определять положение точки. Так, как у меня там на картинке, чтобы рисовать-то было. Вот, как-то вот так. Мы нарисуем некоторую точку, вот, допустим. Вот, смотрите, вот этот угол, вот этот угол, он аналогичен вот этому углу, назовем его φ. И, а вот этот вот уголочек, вот этот уголочек, вот так, назовем тета, ну, естественно, ρ. Ну, не знаю, попробую сделать 3D-модель, может быть, будет лучше. Так, вот это у нас будет вектор. Так, о чем бы мне ее изобразить-то? Или понятно, что я нарисовал? Лучше изобразить, да? Так. Ну, вот, смотрите, пусть, пусть у нас вот это вот, две оси, они на плоскости нарисованы, да? И вот вектор, я его, когда у меня нарисован на плоскости, вот я его как-то вот так сделал, видите? Вот, соответственно, если мы, вот, угол, угол тета, это угол между этим вектором и горизонтальной плоскостью. Вот, ну, а угол φ, это вот насколько повернута горизонтальная, вот, плоская, вертикальная плоскость, проходящая через вектор, относительно оси Х. Ну, не знаю, лучше или лучше, ну, вот как-то еще одним способом попытался вам показать. Вот, значит, здесь понятно, что положение точки определяется тоже тремя числами ρ, θ и φ, ну, и тоже можно там написать соотношение, перевести там, например, эти числа в x, y и z, да? Можно тут и прямое, и обратное соотношение написать там, когда потребуется, будем писать. Ну, давайте здесь, здесь напишем, значит, z, проще всего написать, это ρ sin θ, правильно? sin θ умножить на ρ, вот, а x, x это будет ρ cos θ умножить на cos φ, вот, и обратные переходы тоже, если решить эти уравнения относительно углов, ну, если считать, что вот это известно, а это неизвестно, то можно сделать обратный переход. Вот, теперь, вот, вектор у вас в школе как определялся, да? Наверное, направленный отрезок как-то, направленный отрезок, да? Вот, но можно еще с другой стороны подойти, вот, здесь это очень плодотворно будет, да? Смотрите, вектор r определяется тремя числами, правильно? Вот, вот, я могу даже вот так записать, у вас еще линейной алгебры не было? Сегодня будет, ну, вот, немножечко мне придется чуть-чуть там некоторые сведения вперед сказать, да? Вот эту запись можно вот так устроить, записать r, отсюда видно всем? Вот, равняется, вот, строка из e1, e2, e3 умножить, сейчас, да, умножить на столбец, x, y, z. Ну, эта запись пока просто символическая, а если мы правила раскрытия, скажем, то получится. Как это делается? Берет первый элемент строки, умножается на первый элемент столбца, прибавляется в произведение второго элемента строки на второй элемент столбца и третий. Ну, фактически то же самое получается. Вот, но если для всех векторов вот это вот у нас одинаковый базис, да, то вот они будут отличаться вот этими числами. И вот если посмотреть в такой записи, и, например, там, вектор, к вектору r1 прибавить вектор r2, вот, например, возьмем r1, прибавим вектор r2, вот, то мы получим вектор, ну, какой-то r3. Вот, и в прямоугольных координатах, чтобы получить координаты вектора r3, можно просто сложить соответствующие координаты. вот, там, x1, y1, z1 плюс r2, y2, z2 равняется, ну, то же самое. Вот. Это не во всех системах, вот, например, здесь это не так. Так, простой пример, да, ну, тут я с тремя, давайте с двумя их проще рисовать, да, вот возьмем два простых вектора. Один вектор у нас будет 4,0, да, а другой вектор будет 0,3. Вот, понятно, что x-сумма – это вектор 4,3, да, вот такой. Вот, то есть, 4,0 плюс 0,3 равно 4,3. Вот, а если, например, в полярных координатах сделать, что получится? Вот этот вектор будет иметь координаты, вот этот, извините, какие? 4,0, правильно? Длина 4, угол 0. А, ну, я вот плюс не буду писать просто, чтобы вы увидели, что нельзя плюс написать. А вот этот вектор, какие координаты? Правильно. Понятно, пик полам, да, я что-то длину пытаюсь написать, да. Ну, понятно, что… Да, да, в полярной, да. Понятно, что вот этот не будет 7 ипи пополам, да? Вот этот будет другой. Вот этот будет 5, длина у него, и угол, ну, тут арктангенс… Арктангенс 3,4, да? Никаких знаков ставить не буду, потому что равенство неверное, да? Вот. Со системами координат познакомились. Познакомились. Теперь давайте, ну, как-нибудь простейшее движение попробуем описать. Там, где это не важно, где просто третья координата будет автоматически прибавляться, я буду рисовать 2D-картинки, мне так проще. Где третья координата важна, будем, значит, соответственно, делать в 3D. Так, и вот, наверное, здесь можно и 2D обойтись, поэтому я сейчас… Вот, представим себе какое-то… Ну, возьмем систему координат. Вот. Совсем грамотно систему отсчета нарисовали на каком-то теле, вот на доске, например, да, нарисовали. Вот. И, ну, вот пусть какое-то тело у нас как-то движется там. Вот будет x. Это y. Обобщение на случай ICZ просто будет добавляться там соответствующая слагаемая, поэтому я не пишу. Вот. И, значит, кусочек траектории нарисовал я какой-то вот так вот, пожалуйста. И посмотрим, значит, тело в какой-то момент времени, вот у него будет положение r в момент времени t, r от t, да. Оно двигается, и в какой-то там следующий момент времени, но здесь надо лучше нарисовать. Чтобы нагляднее было. Вот. И в какой-то следующий момент времени, ну, это r от следующего момента времени, там, от t плюс dt. Вот так. Значит, возникает понятие, надо нам ввести понятие скорости. Да? Что такое скорость? Правильно, производная. Ну, вообще говоря, скорость может быть... Производная – это и есть скорость изменения любой величины. Производная координата – это скорость, которую мы скоростью обычно называем. Вот. Поэтому скорость – это dr, p, dt. Правильно? Кто еще не привык, привыкайте. Так тоже производные обозначаются. Вот. Нам сейчас так удобно. Вот. Значит, dr, p, dt. И сделаем вот такую вещь. Сделаем такую вещь. Это то же самое, что r штрих. Да. Ну, r штрих, понимаешь, как? Вот если r зависит там еще от чего-нибудь, то тогда штрих, он как... Надо еще писать индекс, по какой... Какая величина меняется. Вот. А здесь вот прям явно написано. Вот. Смотрите, значит, меняется вектор r, течет время. Ну, и вот можно еще там длиной этой траектории считать, меняется пройденный путь. Правильно? Ну, где-то там начало поставить и считать. Я возьму и вот такую штуку сделаю. Можно, да? Вот. Что получилось? ds поделить на dt – это что такое? Это модуль скорости просто, да? Вот это модуль скорости. Вот. А что такое dr поделить на ds? ds, если у нас промежуточка времени маленький, то это просто единичный вектор в направлении движения. Вот вектор tau можно назвать. Ну, потому что вот это вектор длиной ds, ну, направленный туда, куда едем. Правильно? Ну, а это, собственно, длина ds. Вектор поделили на его длину, поделили, получили единичный вектор. Вот. С одной стороны так можно написать. Ну, и с другой стороны давайте запишем. Значит, если у нас координата r, как мы тут ниже писали, может быть, вектор r, вернее, может быть записан через, как сумма базисных векторов умножить на соответствующие координаты, да, то, соответственно, dr под dt с другой стороны, с другой стороны нам и то, и другое понадобится, поэтому, вот, это есть что такое? Это есть производная. Давайте dp dt напишу. От чего? От вектора r. x, e1, плюс y, e2, плюс... А, ну я плюс больше не рисовал, если там можно было бы там z на e3 написать, ну, я не буду, потому что я не рисовал их. Третья координата, она автоматически подрисовывается. Смотрите, что здесь написано. e1, e2. e2, пока мы самые простые случаи смотрим, у нас неподвижная система координат, поэтому e1, e2 не меняются. А меняются только вот эти x и y. Поэтому вот еще одна запись, тоже привыкайте. Я напишу так. x с точкой на e1 плюс y с точкой на e2. Вот, точка обозначает производная именно по времени. Вот, x с точкой. Это есть dx по dt. Вот, x с штрихом, это уж там может быть по любой переменной. Вот, а с точкой это по времени. Вот, вот мы получили эту скорость. Да? Вот, можно эту же скорость записать как вот... вот так, e1, e2 на x с точкой, y с точкой. Вот. Ну, дальше мы этим на семинарах уже занимались. Ускорение. Производная скорости. Видите, мы скорость с вами определили. Вот, теперь давайте с ускорением немножко, да? Ну, вот если в таком виде совсем все просто, надо вот эту штуку продифференцировать. При неподвижных осях вот ускорение. Это v с точкой. Вот это x две точки. e1 плюс y две точки, e2. Ну, или e1, e2. Вот, ускорение. Ну, вот в таком виде вы, наверное, в школе привыкли работать. Вот, и школьная кинематика, там всякие задачи про равноускоренное движение, они как раз вот в таком виде записываются. Вот, ну и давайте немножко на примере проиллюстрируем. Мы на семинаре там уже всякие эти интегралы писали. Вот, ну, чуть-чуть там совсем простой пример. Давайте вот при помощи этого такого формализма напишем. Значит, пример равноускоренное движение, которое вы там в школе долго изучали. Значит, что это значит? Значит, производная скорости равна а, ускорению, константе. Ну, возьмем простой пример. Давайте а. Есть какой-то модуль а на e1. Ну, как ускорение направлено вдоль оси х. Ну, что там у нас еще мы зададим? В. В с ноликом. Давайте тоже. В с ноликом. Есть модуль В с ноликом. Ну, тоже на e1. Пусть будет у нас одномерное движение, чтобы особо не загромождать. Ну, начальную точку давайте нулем возьмем. Так, нет, тогда будет так. r с ноликом равно ноль. Сначала координат поехали. Вот. Тогда что мы можем сказать? Значит, вот это ускорение, которое по определению, по определению у нас теперь будет вот так выглядеть, ДВ по ДТ равняется А. Вот то, что я написал, это проекция на оси х. Могу здесь написать e1, здесь e1, потом сократить. Вот. Ну, естественно, перепишем в таком виде. ДВ равняется АДТ. Ну, а теперь вот как на это все смотреть? Вот небольшое изменение скорости, есть коэффициент умножить на небольшое изменение времени. Ну, давайте начнем с какой-то В0. Потом у нас, мы все время разделим на там маленькие промежутки. У нас будет там Т0, Т1, Т2, Т3 и там до какой-то Т. И здесь то же самое, от В0, и она будет тоже так меняться. Тогда ДВ, вот первый кусочек, будет выглядеть так. В1 минус В0, правильно? Равняется чему? АТ1 минус Т0. У нас, мы Т от нуля считаем, давайте так напишем. Дальше, следующий промежуток времени. У нас будет В2 минус В1. Как изменилась скорость? Равно А, здесь Т2 минус Т1. Ну, и так далее. Понятно, как далее, да? И последнее слагаемое у нас будет какое-то В конечное. Минус там В, Н минус первое, да? А здесь будет А на Т какое-то конечное минус Т, там Н минус первое. Вот, и суммируем левый столбец и правый столбец. Вот, это суммирование записывается в математике вот таким вот крючочком. Вот, но мы должны здесь еще поставить пределы. От чего у нас? Ну, у меня, давайте. Ладно, я вот слева крючочек нарисую, чтобы пределы было удобнее поставить. Вот так. Вот так. Скорость меняется от В0 до В. Время меняется от 0 у нас здесь до Т. Вот, в результате, значит, этого... Нет, В вот... Да. Если хотите, поставьте ТТСН, тогда здесь его надо будет поставить. Вот. И в результате мы получаем, значит, ну, то, что вам в школе говорили. В есть... Ой, извините. А, все правильно, да. В минус В0 вот здесь. Вот так получается. В минус В0 равно АТ. Ну, или В равно В0 плюс АТ. Правильно? Вот. Как это считается? Вот когда мы нарисовали, значит, знак интеграла, то что это обозначает? Вот здесь стоит некоторая функция. В данном случае единицу умножить на ДВ. Мы должны взять первообразную этой функции, посчитать значение первообразное на верхнем пределе и вычесть из него значение первообразное на нижнем пределе. Вот в данном случае первообразное у нас от единицы просто В. и мы берем В от верхнего предела, это просто В от нижнего предела В0. Ну, вот, в общем, конечно, это очень простой пример, но очень наглядно его просто написать на доске, ну, а там задания у вас будут посерьезнее примеры, мы этим будем заниматься. Ну, и чтобы закончить, значит, этот пример, давайте теперь перейдем, посмотрим, как координата устроена. Что такое координата? Вернее, что мы знаем про координату? Что производные координаты по времени есть скорость, правильно? И вот аналогичную штуку запишем. dx по dt равно В, а В вот оно. Вот. dx по dt равно В. Ну, давайте сразу напишу В0 плюс АТ. dx равно В0 дт плюс АТ дт. Ну, здесь я позволю себе уже вот эти элементы суммы не выписывать, а сразу нарисовать крючки и ответ. Раз, два, три. Теперь, что у нас меняется в каких пределах? Мы договорились, что координата меняется от нуля, ну, до какой-то, которую мы ищем. От нуля до х. Скорость меняется от В с ноликом, ну, тоже до какой-то там, которая будет. Вот. А время течет от нуля до Т. Ну, и тогда мы получаем х. Первообразное от единицы у нас будет х. И в пределах от нуля до х будет х. Равняется здесь. Первообразное от В0 будет В0Т. Так. Сейчас, извините, я глупость сказал, а вы не поправляете. Смотрите, вот здесь пределы должны быть такие же, какая стоит переменная. Поэтому это я стираю и пишу от нуля до Т. От нуля до Т. Тогда здесь получается В0Т минус В0 на 0. То есть просто В0Т. Вот. Ну, и здесь первообразное от АТ, а Т квадрат пополам. Вот. Ну, видите, все работает. Ну, и как-то мы вот так эту всю школьную тинематику, видите, на одной доске записали. Так, хорошо. Дальше давайте теперь немножко подвигаем систему отсчета. Это мы сотрем. Что? Я слишком быстро начал стирать? Ну, и там такая функция пополам. Вот здесь? Смотри. Вот первообразная, это такая функция, производная которой равна АТ. Ну, продифференцирую АТ квадрат пополам. Что получится? Я утверждаю, что производная вот этого есть АТ. То есть мы должны найти такую функцию, которая при вычислении производной даст вот это число. Вот еще один факт тоже известный со школы. Ну, мы его так немножечко, чуть более формально запишем. Вот. Давайте представим, что у нас есть две системы. Одна Х, а другая, как я криво нарисовал, но тут уж мокрое, я не буду еще раз стирать. Вот эта система не штрихованная, а эта штрихованная. Это Х' и Y'. Вот. Ну, если я их так нарисовал, наверное, понятно, что одна будет ехать относительно другой. Так, у меня на спаргалке движение. Все так и нарисовано, да. Вот. Одна будет ехать относительно другой. Вот. И вот возьмем некоторую точку. Так, как-нибудь ее, чтобы было красивее. Сейчас. Раз. Вот здесь, наверное, возьму. Вот. Возьмем некоторую точку. Точка тоже может двигаться как относительно одной системы, так и относительно другой системы. Ну, вот в данный момент времени можно утверждать, что... Я нарисую. Вот это будет, естественно, называться R. Радиус-вектор, проведенный из начала неподвижной системы, точку наблюдения. Это будет, естественно, называться R'. Да? Вот. Радиус-вектор, проведенный из начала штрихованной системы. Это вот R. Это R'. Ну, вообще, какая движется, какая покоится, вопрос философский. Можно там по-разному смотреть. А вот это будет радиус-вектор, ρ, назовем его, из начала одной системы отчета в начало другой системы отчета. Вот. Пока всякие вращения мы не трогаем. Это более сложный вопрос. Вот. А поступательные движения, пожалуйста. И, соответственно, вот эта система как-то может двигаться. Ну, давайте представим, что она вот так едет. Тогда у нас что получается? Ну, меняется вектор ρ. Ну, и вот эти тоже меняются. Они все связаны. От чего зависят вот эти? От того, как движется система. Ну, и от точки, понятно, да? Все меняется. Вот. И естественное равенство. Тут, видите, треугольник получился. Вектор R равен вектору ρ плюс вектор R'. Вот. Поэтому я эту равенство запишу. Так. R есть ρ плюс R'. Они меняются. И изменение этих векторов, ну, по крайней мере, r и r' – это есть скорости, соответствующие скорости вот этой точки в системе без штриха и системе со штрихом. Ну, что, скорости – это производные. Дифференцируем. Правильно? Вот. Ну, я возьму. Ладно, давайте. Вот просто нарисую точку. Дифференцирую по времени. Что я здесь получу? Получу скорость v без штриха. Равняется скорость, вот это скорость системы. Это ρ штрих. Ну, давайте v-системы напишу. v-системы. Ну, а это скорость относительной системы, там, v-штрих. Вы эту вещь в школе, несомненно, тоже… Где без точки, конечно. Вы это в школе, несомненно, писали, да? Это, по-моему, так записано. v-абсолютная, равняется v-системы, плюс v-относительная. Так он галилея называется, да? Вот мы так его более формально получили. Ну, и вот, чтобы уйти на перерыв, еще раз продифференцируем эту вещь. Вот. И что получим? Вот здесь будет ускорение в неподвижной системе, здесь будет ускорение в штрихованной системе, а вот это будет ноль. Мы считаем, что система движется равномерно. Вот, ну, вернее так, если система движется равномерно, то это будет ноль. Вот. И мы получим, что во всех системах, которые двигаются друг от друга равномерно, да, у нас одинаковое ускорение будет. А равно аштрих. Вот. Понятно, это только тогда, когда вот произведено этого ноль. Теперь, значит, для дальнейшего нам нужно с вами, значит, вспомнить, а может быть, чего-то иного узнать. Значит, об операциях с векторами. Значит, проходи, проходи. Значит, что вы в школе знаете? Вы умеете умножать вектор на число и умеете скалярно умножать векторы, да? То есть вот если у нас есть там векторы А, статьи Т и Б, да, то, значит, вот вы знаете, что такое вектор А, там умножить на число К, например, да? Длина умножается на модуль числа, и направление либо остается таким же, если положительное число, либо меняется на противоположное. Вы знаете, что такое вот это, да? Пользовались для вычисления работы, например. Вот такая штука. Это просто число, которое есть произведение модуль А, модуль Б на косинус, ну, так напишу А и Б, да? Ну, кстати говоря, вот как это получается в прямоугольной системе координат? Если у вектора А координаты АХ, АЙ, АЗ, ну, я АХ, АЙ напишу, а здесь БХ и БЗ, то тогда вот это вот получается вот так. АХ, БХ плюс АЙ, БЙ. Согласны с этим? Вот. А еще можно вот так записать. Смотрите, один вектор у нас АХ, БХ, другой, ой, АХ, АЙ, другой БХ, БЙ. И вот если сделать то, что мы делали с вами со столбцами и со строками, то получается вот так. АХ, АЙ, АХ, АБХ, БЙ. Здесь большого смысла не ищите, просто некоторый способ упрощения записи. Вот. Он действительно полезный, потом привыкнете. Вот. Это все то же самое написано. Здесь все понятно, да? Вот. Ну, да? Ну, давай, ты пиши, а я буду следующее, ладно? Вот. И еще одна операция – это векторное произведение. она нам тоже потребуется, и сегодня прямо записывается вот так. Скалярное. Скалярное, да. Ну, я считал, что знаете, давайте. Скалярное. Многое произведение. Значит, вот векторное записывается в квадратных скобочках. Вот. Но тут надо нарисовать. Надо нарисовать, потому что векторное произведение векторов – это вектор. Так. Ну, у меня тут некоторые картинки заготовлены, просто чтобы они смотрелись получше, поэтому я посрисовываю. Вот, например, это вектор А, это вектор Б, а вот это вот будет вектор АБ. Ну, прямо он у меня здесь и обозначен, да? Не буду перерисовывать. Вот это пусть вектор А, это вектор Б. Ну, вот у меня в изометрии я пытался нарисовать, вот А и Б лежат в плоскости, а вектор векторного произведения лежит в перпендик... Это перпендикуляр к этой плоскости. Это перпендикуляр к этой плоскости. Причем перпендикуляр в два – вверх и вниз, да? Вот он лежит так, чтобы, смотря из конца вектора, поворот был вот таким, против часовой стрелки. Ну, или да, вот вы умеете вот так вот руки ставить. Вот. Правило, опять же, работает правило винта, кому удобнее, да? Если мы закручиваем от А к Б, то направление движения винта будет в сторону векторного произведения. Закручиваем от первого множества ко второму. Вот. Как угодно. Вот картинка иллюстрирует. И, соответственно, вот этот угол между ними. Ну, у меня он нарисован как прямой, он не обязан быть прямым, да? Но тогда из изометрии плохо получилось. Поэтому я вот его так в общем назову, давайте, φ. Да? Вот он, вот эти два вектора в одной плоскости, под каким угодным углом. Вот. И тогда, значит, вот смотрите, модуль А и Б. С направлением разобрались. Модуль А, Б. Вот так. Вот это и есть. Модуль А, модуль Б. На синус угла между ними, синус φ. Значит, вообще говоря, диаметрически это площадь параллелограммы, натянутого на эти векторы. Вот такого. Произведение сторон. А, например, на синус φ – это высота. Произведение стороны на высоту. То есть это вот площадь вот этого параллелограмма. Вот. Отлично. Сейчас мы это используем. А, перед тем, как мы это используем, надо еще одну запись вам показать. Она может будет, сейчас вам покажется непривычной, но мы будем пользоваться, будем считать. Значит, как векторное произведение посчитать через координаты. Вот. Значит, ну тут уже три координаты важны. Вот. Я сейчас напишу и, значит, прокомментирую. Векторное произведение А и Б равняется. И вот здесь такую запись делаю. Смотрите. Е1, Е2, Е3 – это единичные векторы вдоль координатных осей. А вот здесь я пишу Ах, Ау, Аз, а здесь Бх, Бу, Бз. На математике вы скоро пройдете. Это называется определитель. Просто некоторый упорядоченный способ перемножения этих всех величин. Так как первый раз, видите, я продолжаю его. Равно. На ту доску пойду. Вот видите, вот это. У меня шпаргалка есть, поэтому мне легко написать. Вот. Смотрите, как он раскрывается. Мы берем первый элемент и умножаем на определитель всего, что получается вычертиванием соответствующих первой строки, первого столбца. Второй элемент умножаем на определитель того, что получается тоже вычертиванием, но меняем знак. Третий элемент тоже самое. И еще раз меняем знак. Вот. Сейчас я это запишу. Ну, просто нам нужно будет. Да, Е1. И пишу вот тоже определитель вот этих вот. Это будет А, Y, B, Y, А, Z, B, Z. Плюс Е2. Минус, извините. А, X, B, X, А, Z, B, Z. Если я где-то ошибусь, вы поправляете? Ну, вроде нет. А плюс Е3 на А, X. Ой, 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 ой. Не, все правильно. Y. Сейчас. Подождите, подождите. Я тут напортачил. Вот так. А, Z. Здесь, B, Y. Вот. А, X, B, X. А, X, A, X, A, Y. B, X, B, Y. Вот. Теперь дальше. Как каждый этот раскрывать? Можно точно так же. Смотрите. Берем А1. B умножаем на то, что получается вычертиванием. То есть на B. Потом вычитаем на то, что получается вычертиванием. Хотите таким же способом? Ну, хотите, просто запомните, что вот это есть А, Y. Вот эта вот часть. А, B, Z. Первый член умножили на то, что получается после вычертивания. Минус второй. А, Z, B, Y. И аналогично все остальное. Вот такой способ вычисления векторного произведения. Конечно, конечно. Вот то, что здесь написано, это вот так. Все остальные не буду переписывать. Иногда потребуется. Чаще всего в задачах у вас, конечно, будут какие-то простые коэффициенты. Например, А, X, 1. Остальные нули. Да, там, B, Y тоже как-нибудь будет не все компоненты иметь. Ну, вот такая запись нужна. Вот. А нужно мне этот чат для того, чтобы немножко поговорить про движение по окружности. Освобождаю дотку. Освобождаю дотку и рисую траекторию. Вот. Так, ну давайте. Вообще не обязательно, чтобы там тело полную окружность описывало. Может быть, это просто элемент окружности. Это кусок траектории. Ну, вот. Я нарисую целиком. Вот. Вот центр. Ну и давайте возьмем какое-нибудь положение тела. там какое-то начальное. И через какой-то небольшой промежуток времени. Ну, на самом деле, через небольшой промежуток времени они должны быть совсем рядом. Ну, тогда проиграет наглядность. Поэтому я, значит, все-таки взял некоторый уголочек. Вот. И, значит, вот это вектор, там, как у нас будет, r начальная, там r от t, например, да? Как мы делали? r от t. Это r от t плюс dt. Вот. А вот это будет вектор dr. Чем более точнее был бы рисунок, тем ближе этот dr был бы к перпендикуляру и к тому, и к другому. Вот здесь, ну, некоторый угол d α у нас получается тоже. Опять. Чем более точнее рисунок, тем длина вектора dr ближе к длине дуди. Там замечательный предел, синус х, как при малых углах, он, значит, вот такой. Почему д альфа? Почему? Почему д альфа? Тебе не нравится альфа? Д альфа? Потому что маленький уголочек. Да, да. Нет, маленький уголочек. Вот. Ну, и давайте посмотрим. Вектор dr, например, длина вектора dr, ну, это я уже сказал, просто запишем, да? Это есть длина вектора r умножить на альфа, правильно? На d альфа, извините. Ну, это просто длина дуди есть. Да, конечно, конечно. Это в радианах. Вот, хорошо. Давайте дальше. Модуль скорости. Это модуль производный, правильно? Модуль производный вектора r, да? r, да, или модуль dr по dt, вот. А dr по dt, это, значит, вот это по dt. r у нас по условию не меняется, значит, дифференцируем только эту. Вот. Вот после этих слов я могу сказать, что, значит, это будет модуль r. Ну, я без вектора его просто напишу, этот модуль r. На что умножить? На d альфа, p dt, правильно? Вот. Направлено по касательной, но об этом мы сейчас тоже поговорим. Вот. А что такое d альфа, p dt? Правильно. Скорость изменения угла. Вот. И роминга. Ну, вот в скалярном виде вы эту формулу из школы хорошо знаете. Вот. Теперь давайте подумаем, а куда она направлена. В школе вы говорили так. Смотрим и направлено. В данном случае по часовой стрелке. А, значит, если бы в другую сторону ехали, то против часовой стрелки. Вот во всех таких плоских рисунках у вас, значит, было направление по или против часовой стрелки. Вот. А мы немножко, чуть-чуть обобщим и придумаем направление для угловой скорости. Вот. Вот она будет направлена, значит, если крутится по часовой стрелке, будет направлена перпендикулярно этому всему в доску. Если против часовой стрелки, то и с доски. Вот опять по правилу винта. Вот. И тогда вот это равенство мы можем записать в векторном виде. вот так. v-вектор уже. Есть векторное произведение омега на r. У нас угловая скорость получилась вектором. Вот. При помощи такого подхода мы уже сможем рассматривать ну, какие-то там сложные движения, не только плоские, а когда там она как-то из плоскости выходит, двигается. Вектор омега тоже может будет как-то меняться. Сначала не будет меняться, потом будет. Вот. Вот мы, значит, вектор угловой скорости с вами с вами ввели. Да. Можно выяснить подробнее, про самую первую строчку. Это изменение дуги. Самая первая строчка, это вот длина, ну, фактически, что она, что здесь написано? Длина дуги есть радиус умножить на угол. Вот и все. Ну, и, значит, для малого угла длина дуги она равна длине хорды. Вот. Ничего здесь, никакого другого смысла здесь не предлагается. Вот. Теперь давайте посмотрим на скорость. Вот она может быть так записана, может быть так записана. А еще давайте вот так запишем. Ну, просто чуть-чуть другая запись. Можно, в принципе, и вот с этой работать, но я чуть-чуть по-другому сделаю. Значит, вектор v это и есть модуль скорости, которая, в принципе, может зависеть от времени, да? Там мы двигаемся и скорость может меняться. На направление. На единичный вектор, который, значит, определяет направление скорости. Вот если мы двигаемся по окружности, этот обязательно меняется. Длина остается, а он поворачивается. Вот. Нельзя по-другому. Вот. Ну, дифференцируем, чтобы найти ускорение. Правильно? А. Это есть v с точкой. Вот. А здесь у нас стоит произведение. Дифференцируем по правилам дифференцирования произведения. Это будет v с точкой. на тау, правильно? На производную тау плюс v на тау с точкой. что? Что? Где? Там, если там и точка, да, но... Пожалуйста. Главное, не производная, да? Вот. Вот смотрите, что и здесь написано. Вот это просто ускорение, которое влияет на модуль скорости. Называется оно теннициальным ускорением. Вот это называется атау. Вот. И вот первое слагаемое это компоненты ускорения, которые направлены вдоль скорости. Вот. Мы фактически сейчас ускорение разложим на касательное ускорение и нормальное. вот это направлено вдоль скорости и получается, если движение как-то вот в модуль скорости меняется. При равномерном движении по окружности оно равно нулю и во многих школьных задачах именно так и было. Вот. Теперь вот с этим нам нужна производная тау. Нам нужна производная тау. Вот. А чему равна производная тау? Вот смотрите еще какой факт. Факт интересный. У нас есть вектор постоянной длины, который вращается с угловой скоростью. Да? С угловой скоростью омега. И скорость изменения этого вектора это произведение. Да? Поэтому, соответственно, тау с точкой будет омега умножить на тау векторно. Да? А омега векторно умножить на тау будет перпендикулярно тау по определению векторного произведения. И мы получаем нормальную компоненту. Вот. Поэтому, значит, так, споргалка мне вот эта теперь нужна уже. Вот. Получаем а тау умножить на тау плюс в. Оно может меняться, пожалуйста. А здесь векторное произведение омега на тау. Вот. Чуть-чуть поподробнее вот эту часть пишу. Смотрите. Омега, вектор омега перпендикулярен плоскости доски. Да? Тау, ну, как-то направлено, где там я рисовал, ну, пожалуйста, здесь вот оно как-то направлено по касательной. Тогда, соответственно, векторное произведение омега и тау будет направлено по нормали к центру. Вот, может быть, давайте отдельно какой-то кусочек нарисуем. Да? Вот у нас есть скорость. Вот это тау-вектор. А вот это будет вектор омега на тау. Я вот так напишу n равняется n равняется вот так я напишу омега на тау. И чтобы он был единичный, я должен поделить на модуль омега. Чтобы он был единичный, надо вот так нарисовать. Вот. И тогда это будет равно, смотрите, произведение V хотите, пожалуйста, от T умножить на омегу. Ну, если вы меняете от T, омега тоже может меняться. тут начал писать, буду продолжать. И умножить на n. Вот. Мы с вами получили ускорение разложили на тенденциальную и нормальную компоненту. Ускорение может, например, как-то вот так направлено быть. И мы его разложили на эти компоненты. Ну, теперь смотрите некоторый мостик со школьными знаниями. V на омега. Если у нас простая траектория окружность, то хотите, напишите вместо омеги V поделить на r. Получим V квадрат на r. Хотите, напишите вместо V омега умножить на r. Получите омега квадрат умножить на r. Поэтому тут все с вашими знаниями очень хорошо пересекается. Вот. Давайте так. V умножить на омега. Для простого случая у нас V квадрат на r или омега квадрат на r. Вот. И в задании у вас есть задачи, в которых нужно найти радиус кривизны траектории. Обычно в этих задачах известно ускорение. Вот это вот где-то вот это вот известно. Ускорение известно. Вот. И известна скорость. Что нужно сделать? Нужно найти проекцию ускорения на нормаль к скорости и написать вот это равенство. Вот мы на семинаре одну сделали. По-моему, чуть попроще все-таки. Задание вам попроектировать придется. Там чуть-чуть посложнее. Ну, вот просто этим надо пользоваться и все. Так. Хорошо. Какой-нибудь какой-нибудь пример пример. Давайте я вот продолжу эту запись. Давайте еще вот так напишу. Равняется равняется АТАУ на ТАУ плюс В квадрат на радиус кривизны на М. Значит, мы разложили ускорение на две, на нормальную и тинденсальную компоненту. Пример качения колеса. Качение колеса. Вот. Но он скорее не ускоренится за костями. Давайте немножко посмотрим. Вот значит у нас движется колесо. Пусть центр движется со скоростью В центра. В центра. Вот. Ну, давайте сделаем, пусть оно не проскальзывает. В принципе вы это все знаете, но давайте так немножко повторим. в каких-то задачах будет присутствовать. Пусть оно не проскальзывает. Это что значит? Это значит, что вот эта точка покоится. Давайте ее назовем точкой А. С одной стороны она покоится, а с другой стороны скорость точки А может быть представлена как движение центра, скорость центра плюс скорость относительно центра. Вот. Поэтому значит я могу написать, что ВА, которая с одной стороны ноль при отсутствии проскальзывания, с другой стороны это есть В центра плюс относительно центра, но смотрите, если оно качется и крутится вот сюда, то относительно центра будет в обратную сторону, ну, минус оминга r. Откуда мы находим угловую скорость при которой колесо не проскальзывает. Чтобы найти скорость любой другой точки колеса, я должен написать то же самое. давайте возьмем, ну вот, не знаю, точку В и точку С у нас центр, ну, точку Д. Вот, ВВ. Соответственно, у нас получается В центра плюс омега r. Получится два В центра. ВД, чтобы получить, мы должны вектор насложить. Вот, вот здесь есть у нас скорость омега r направлена вот сюда, прибавить скорость центра, вот, получим вот такую вот скорость. Так как они по модулю одинаковые, при отсутствии проскальзывания получим корень из двух раз больше. Так, корень из двух раз больше скорость. Теперь, ой, а времени-то у нас, времени-то у нас мало. Так. В данном случае, когда у нас точки Д на точку действуют как силотяжности, так и центра стрелительного ускорения относительно центра креса, правильно? Ой, ты вот много, смотри, сила-это сила, ускорение-это ускорение. Ускорение свободного падения и ценностерительного ускорения. Смотри, действуют силы, ускорения не действуют. сообщается два ускорения. Правильно? Стремительное направленное уравнение в церковь и ускорение свободного падения направленное на... Давай по-другому. Значит, на точку Д действуют силы, и сумма этих сил сообщает ей какое-то ускорение. Значит, какие силы действуют? Действуют силы тяжести, ну, если эта точка имеет какую-то массу, еще действуют какие-то силы, которые связывают обруч целиком, и куда-то там они направлены. Вот в результате точка Д имеет ускорение. Вот, ну, если подумать, какое ускорение, вспомнить все, что мы говорили, то в системе С она движется по окружности, значит, у нее только вот ускорение направлено вправо. Ну, а так как система С движется равномерно относительно неподвижной системы, то в неподвижной системе то же самое. Нет, нет, почему? Ускорение будет омега квадрат Р, направленное вправо. То есть, наличие силы тяжести не обязан, как это, не имеет следствия ускорения G. Вот на эту штуку действует сила тяжести, она на столе лежит. Почему? Потому что есть сила со стороны стола и не дает. Здесь тоже есть вот эта конструкция и конструкция навязывает движение с в общем, навязывает. Так. я взял точку на вот эту точку и взял. И поэтому если бы взял в другом месте, там надо было бы треугольник посчитать. вот так. так, ну и теперь нам нужно ну так немножко начать хотя бы обсуждать обсуждать динамику, чтобы можно было делать второе задание. Вот. Поэтому вот, поэтому собственно смотрите, как устроена вообще любая физическая теория. Вот. есть какие-то опытные факты, люди придумывают некоторую модель называемую теорией. Вот. И она, если она эти опытные факты описывает, а потом еще при помощи нее можно предсказывать что-то, значит, что еще не какие-то другие эксперименты. Вот. Ну, значит, вот ее придерживаются. Ну, до тех пор, пока не придумываются, не устанавливаются новые факты, не описывающие этой теории, и тогда придумывается новая. Вот. Ну, вот какие-то общие слова у меня просто нет времени говорить, поэтому перейду сразу к делу. Вот. Обобщением большого количества экспериментов, которые провело человечество, вот, являются законы Ньютона. Значит, первое обобщение это, значит, то, что наблюдений таких, да, то, то, что существуют системы отсчета, называемые инерциальными, и в этих системах отсчета тело, на которые не действуют силы, движется равномерно прямолинейно. Вот. Это, конечно, до этого, чтобы дойти, надо было человечеству долго развиваться, но очень сложно сделать так, чтобы не было сил, да. Вот. И в качестве такого, ну, и вот существует инерциальная система отсчета, это вот первый закон Ньютона, собственно, да. Не буду сейчас его написать. Вот. Дальше вот в качестве такой системы, не системы, в качестве предмета, за которым мы будем наблюдать, в котором нет, все силы скомпенсированы. Давайте представим себе, ну, наверное, вот воздушный хотей такой, представляете, да, некоторый стол, снизу там подается воздух, и вот эти шайбы там практически без трения скользят, и там можно вот их толкать туда-сюда. Вот. Вот, значит, представим, что у нас есть, а шайбы – это вот эти тела, с которыми мы будем экспериментировать. Вот. У нас берем одну шайбу, там как-то пихаем, вторую шайбу. Вот. И мы можем, сталкивая их, побуждать к взаимодействию. Вот. И можем провести, проводить разные эксперименты, разные шайбы друг с другом, сталкивать там, брать шайбы там, ну, вот слово массы мне пока нельзя говорить, там, брать одну шайбу, потом одну такую же приклеить сверху и столкнуть там явно в два раза большую там. В общем, по-разному можно, значит, вот эти шайбы сталкивать. И мы с вами сейчас, ну, в результате нашей лекции научились мерить скорость, правильно? То есть, если мы в этой, на этом, хотя и там нарисуем какую-то координатную сетку, вооружимся часами, современным фотоаппаратом, который будет, значит, через короткие промежутки времени все это фотографировать, мы можем определить скорость в любой момент времени. И вот просто сообщаю экспериментальный факт, как бы мы, значит, не пуляли вот эти шайбы, вот, оказывается, следующая вещь. Ну, вот я сейчас напишу массы, но пока это просто коэффициенты, да? вот оказывается, вот если мы шайбы столкнем, пока не знаю, что такое, да, дельта V1, просто коэффициенты, да? Вот дельта V2, мы понимаем, что такое. и вот в этом хотее вот это 0. Ну, если хотите, мы сталкиваем одну шайбу какую-то с другими шайбами, да? Вот, и вот всегда вот так вот такую вещь можно написать. Дальше, вот, собственно, мы теперь будем эти коэффициенты определять. Давайте выберем одну шайбу какую-то, назовем ее эталоном, да? Тогда, значит, ну, эталон там один килограмм поместим там в палату меры весов его. Тогда, соответственно, вот эти коэффициенты для других шайб, да? Они будут определяться вот из этого равенства. То есть, мы взяли эталон, пихнули, значит, его, толкнули с другой шайбой, померили дельтовые одну другую, и у нас получилась другая шайба. Получилась масса другой шайбы. То есть, вот это экспериментальный факт, который мы там со многими шайбами так поэкспериментировали. Такое можно сделать. И тогда мы вот взяли, выбрали эталонную шайбу, и таким образом для каждого тела мы можем определить массу. Это называется инертная масса. Вот. Она определяется как масса эталона на отношение на отношения дельта В1 и дельта В2. Вот. Наопределяли. То есть, смотрите, массу определили. Скоро и знаем. Вот. И экспериментально мы понимаем, что вот такая штука у нас в системе, в которой нет взаимодействия с другими телами, а не только между собой взаимодействия. У нас вот это получается. вот. Тогда, ну, дельта В1, это понятно, там, В1 конечная минус В1 начальная, значит, В2 конечная минус В2 начальная. Тогда мы можем просто ввести, определив, значит, и скорость, и массу, введем понятие импульса П. М. В. И тогда получается вот из этого экспериментального факта, что ежели тела взаимодействуют только между собой и ни с кем из мне, то импульс сохраняется, потому что здесь написано дельта П, оно равно нулю. Вот. Мы, значит, эксперимент, мы определили импульс, и экспериментально импульс, значит, в изолированной системе сохраняется. Вот. А в неизолированной системе, потому что отдельная шайба, она не изолирована, ее, она сталкивается с другой шайбой, импульс меняется. Импульс меняется в результате взаимодействия. В результате взаимодействия. Вот. Ну, тут, значит, можно просто определение такое, словесное. Что такое сила? Мера интенсивности взаимодействия. То есть, мера взаимодействия. Да? Подействие. То есть, вот шайбы взаимодействуют силами, и нам, значит, в результате этих взаимодействий меняется импульс. Правильно? Дальше хотите, определим силу, да? Вот. F для одного какого-то тела, да? Это есть DP вот это. Вот. Ну, понятно, что вот эта сила, она должна быть суммарная, да? То есть, в нашем примере у нас только два тела взаимодействуют, поэтому сила одна, а в жизни может быть много взаимодействий, тогда, соответственно, много сил. Хотя, в примере с хоккеем, на шайбу действует сила тяжести, действует сила со стороны этого, значит, воздушной подвески, да? Они компенсируют, то есть, две в сумме дают ноль, и третья вот как-то работает. Ну, это, собственно, и записан второй закон Ньютона, который вы привыкли видеть в другом виде, в другом, да, видеть в другом виде, там, извините за такое повторение, когда масса тела не меняется, тогда, соответственно, DP, это у нас получается МДВ. М. МДВ по ДЦ. Ну, Ф равно МН написал, да? Вот, мы это будем там для решения задач, для решения задач всячески применять. Вот, но, собственно, смотрите, теперь, теперь получается что? Теперь получается важным вот нахождение сил. И законы природы, которые, ну, давайте просто перечислим, что вы знаете про силы? Закон всемирного тяготения. То есть, вообще говоря, вот эта вот мера интенсивности взаимодействия, она от чего должна зависеть? она может зависеть от координат, правильно? От скоростей, там, магнитная сила, например, да? Или сила сопротивления воздуха. В принципе, от времени. Ну, не знаю, включили электрическое поле, там, побольше, поменьше. Ну, пока, пока хватит. Ну, и понятно, что вот это вот, это может быть, могут быть, ну, время у нас одно, а вот тут еще можно писать координаты других тел, ну, потому что сила взаимодействия, там, электрическая сила, там, двух заряженных шаров, она зависит от координата одного шара и другого шара. Ну, и там, скорости тоже других тел, и так далее. Вот. И, соответственно, вот эти вот законы, по которым можно определить силу, а потом, соответственно, считать параметры движения тела, это вот, собственно, является предметом исследования. Вы знаете, там, что закон сила трения сухого, ну, наверное, слышали, там, закон сила сопротивления воздуха, да, когда в каких-то случаях пропорциональная скорость, в каких-то квадрату скорости, в общем, закон, там, не знаю, гулка, упругость и так далее. Так, ну, звонок прозвенел, и кое-что для семинара я заготовил. Через, значит, в среду мы будем заниматься вот этим, с первой и второй группой, ну, и через неделю жду на вторую лекцию.